Под наркотиками мы представляем где-то 300 НПО, и я знаю, что осуществляем связь между гражданским обществом в каждой стране, и, соответственно, мы соединяем со всеми процессами, процедурами в ООН и также комиссии ООН в Вене и другими комиссиями, отделами, которые занимаются вопросами наркотиков и преступлений. И, конечно, за последний год или два года мы, конечно, не проводили так много мероприятий по понятным причинам, и, соответственно, мы работали в разделах лечения и реабилитации, это, соответственно, отделы по коммуникации, и, соответственно, целый был ряд событий, которые мы будем продолжать выполнять. Мы просто хотели это представить непосредственно гражданским сообществом, чем занимается ООН, и, соответственно, мы хотели бы показать, как мы можем участвовать как сообщество НПО. И сегодня мы будем фокусировать на работу по вопросам ВИЧ, и сегодня я хотел бы сейчас непосредственно передать это слово, которое является руководителем раздела по СПИДу, и, конечно, еще ряд наших коллег, они, конечно, будут коллективно работали над вопросами ВИЧ и СПИДа, и, соответственно, у нас будут участвовать коллеги из сообществ гражданских, которые, они будут представлять гражданское общество, которые с удовольствием участвовали в этой работе по вопросам ВИЧ и СПИДа. И таким образом, да, мы сегодня, я передаю слово Фариде. Спасибо вам большое, Джейми, и спасибо комитету, Венскому комитету по НПО за то, что они организовали этот вебинар и позволяют провести дискуссию с партнерами гражданского общества и вот с отделом ВИЧ и СПИДа. У нас очень хорошие отношения с вами и, соответственно, с партнерами гражданского общества, и, конечно, очень здорово иметь такую возможность поговорить с партнером гражданского общества для того, чтобы говорить, обсуждать новые развития вот глобально по вопросам ВИЧ и СПИДа. И, соответственно, мы все это, конечно, обновили, что происходит в мире по этим вопросам. И, соответственно, было бы здорово от людей, которые знают о нашей работе для того, чтобы они узнали, чем мы занимаемся. Я хотела бы, чтобы мои коллеги тоже участвовали, не только мой голос слышали, то есть те ключевые коллеги, которые работали над этим вопросом. И, конечно, я представлю вот так же, попрошу глобальную команду, чтобы они тоже взаимодействовали и также сделали свой вклад. Конечно, время у нас ограничено, но они участвуют в этом вебинаре, и также они предоставляли информацию и данные из их регионов и стран, ну, в случае, если возникают какие-то вопросы. Я подготовила очень короткую презентацию для вас, и сейчас вот внизу вы можете увидеть… Ирина, пожалуйста, можем перейти на следующий слайд? И это просто показать вам, что мы… У нас есть глобальные обязательства и, соответственно, по работе, по вопросам ВИЧ и СПИДа. Вы здесь… У нас есть совместные программы по ВИЧ в целом, и у нас где-то 20… У нас есть повестка дня по устойчивому развитию до периода 20-30, и, соответственно, ту работу, которую мы выполняем, у нас есть новая стратегия, глобальная стратегия по СПИДу на период 21-26, то есть как это относится к той работе, которую мы выполняем. И также у нас есть стратегия ОНП ООН, то есть Управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью, относительно для того, чтобы показать тоже всю предысторию по работе, которую мы выполняем. И также у нас есть документы по докладу, доклад по спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ВИЧ и СПИДа. И, соответственно, там представлены комментарии по вопросам ВИЧ и СПИДа. Следующий слайд, пожалуйста. И вы, ОНП ООН, здесь приняло новую стратегию ОНП ООН 2021-2025, и эту стратегию мы хотели поддерживать стран-членов этой комиссии по предотвращению ВИЧ и, соответственно, по предоставлению лечений, и, соответственно, людей, которые участвуют, сконцентрироваться на людях, которые пользуются наркотиками, и те, которые находятся в тюрьмах и других закрытых учреждениях. И, соответственно, мы должны эффективно и эффективно предоставлять всю эту информацию, непосредственно включая все эти общества, чтобы они знали, что происходит. И, конечно, здесь у нас есть совместные спонсоры, которые мы поддерживаем стран-членов этой комиссии. Вы можете видеть на следующем, для того, чтобы предоставлять, непосредственно проводить работу по предотвращению ВИЧ и СПИДа, и предоставлению лечения. И следующий слайд, пожалуйста. И у нас также есть глобальная стратегия по СПИДу, которая была принята в ЮНЕЦе в марте этого года. И это глобальная стратегия по СПИДу. Она показывает работу, которую, как вы видите, это глобальная стратегия. Это не просто стратегия ООН, но буквально все заинтересованные стороны, которые работают, занимаются вопросами ВИЧ и СПИДа. То есть мы проводим очень много консультаций, соответственно, со всеми заинтересованными сторонами, соответственно, с гражданскими сообществами. И я думаю, что вся эта стратегия, это практически равный вклад вносится со стороны ООН и национальных правительств, и также от гражданского общества. И как вы здесь видите, здесь очень мощный такой фокус на комбинацию по превращению ВИЧа и также наши цели и обязательства до периода 2025, и, соответственно, необходимые ресурсы. И, соответственно, здесь очень сильный фокус на работу с сообществами по вопросам прав человека, по вопросам молодежи, соответственно, различным гуманитарным вопросам и по вопросам пандемии, то есть непосредственно к COVID-19. Пожалуйста, следующий слайд. И что касается непосредственно глобальной стратегии СПИДа на 2021-2026, существует три основные стратегические приоритеты. Это максимизировать непосредственно равный и справедливый доступ к непосредственно услугам по решению вопросов ВИЧа, а также разбить законодательные и социальные барьеры по достижению результатов по вопросам ВИЧа и также получить полные ресурсы и поддерживать реагирование на ВИЧ, а также интегрировать их в систему по вопросам здравоохранения и социальной защиты. На этом слайде показывается, это очень такой загруженный, и я, конечно, не буду читать все, я просто хотел бы здесь указать, потому что я вам показать, как это связано именно с устойчивым развитием и как это связано с видением, соответственно, то, что это здесь нулевое дискриминации, соответственно, нулевые заболевания ВИЧа и, соответственно, СПИД и так далее. И как я уже до этого упоминала, здесь признается, что непосредственно все эти задачи, вызовы и возможности вот ключевым вот переменам, которые мы должны использовать. Это вот когда в этой нашей новой глобальной стратегии по вопросам СПИДа. И, соответственно, здесь вот приводится очень такой явный вклад вот практически. и здесь все время держит людей, держит руку на пульсе, объединяя людей, но и предотвращает людей по доступу вот непосредственно к заражению ВИЧ и все сообщества тоже, и, соответственно, определить все вот эти вот неравенства, неравноправные. То есть здесь показывается 10 областей по результатам и, соответственно, все это как вместе в совокупности работает и, соответственно, как это все это концентрируется на вопросах неравноправия и несправедливости. И здесь вот здесь амбициозные цели, которые мы для себя установили на период до 2025 года. И, как вы здесь видите, здесь практически 95% людей, которые занимаются вопросами ВИЧ, они занимаются вопросами предотвращения заболеваний и, соответственно, работают над этой стратегией и, соответственно, целями и направлениями, и, соответственно, они поделятся документами с вами в чате, если, допустим, они уже готовы, но это очень амбициозные цели и которые должны быть выполнены к 2025 году. И, соответственно, у нас достаточно времени, и нам необходимо все вместе собраться, чтобы достигнуть этих целей. На следующем слайде это новое направление вот в этом году, которое это принятие политической декларации по вопросам ВИЧ и СПИДа, и, соответственно, здесь, которое как бы прекращает все эти неравноправия и несправедливости, когда нужно прослеживать все эти вопросы по СПИДу. И в июне этого года мы будем собираться. И, соответственно, здесь очень сильный фокус на концентрации на населении, и, соответственно, как предотвращать эти ВИЧ, и, соответственно, как вот люди должны получать услуги, которые им нужны, и, соответственно, какие цели, которые мы установили, и для того, чтобы в то же время не нужно забывать о том, чтобы прослеживать все эти результаты. И, соответственно, здесь огромный акцент на лидерство общества и, соответственно, вовлечении общества в решение всех этих вопросов. И как бы это сказать, непосредственно обязательства и приверженность от стран и от правительства, то есть фактически, чтобы быть уверенным, что мы достигли наших целей по вопросам ВИЧ до 2030 года. И на этом слайде я хотела бы показать немного о ситуации, где мы сейчас находимся, на какой стадии. Как вы видите, здесь 60% новых инфекций ВИЧ глобально среди основного населения. Как видите, оранжевым цветом на этом графике показывается, что практически 9%, которые заражаются ВИЧ путем инъектирования наркотиков. И все эти инфекции ВИЧ, нам необходимо вместе работать для того, чтобы быть уверенным, что мы предоставляем вот эти вот услуги по предотвращению заражения ВИЧ. И, соответственно, заболевание ВИЧ среди людей составляет 23%. Люди в тюрьмах, они практически в 6 раз больше заражаются, особенно среди взрослых по сравнению с общим населением. На следующем слайде для того, чтобы решить все эти вопросы, мы будем рассматривать вот этот раздел по вопросам ВИЧ и ИСПИТа, то есть, который мы уже разработали уже в течение 20 лет. И здесь мы работали, здесь в головном офисе в Вене, а также мы расширили вот нашу сеть с региональными странами, предоставляя консультации и, соответственно, определив приоритеты стран, а также работать с людьми, которые пользуются наркотиками, а также людей, заключенных в тюрьмах, то есть, чтобы посмотреть, что происходит в нашей глобальной команде. На следующем слайде здесь мы видим, что здесь у нас есть для того, чтобы можно было сконцентрировать наше внимание на работу, которую мы выполняем, мы просто все наши усилия направили на 24 стран, которые имеют высокий приоритет, и, соответственно, 35 стран, которые тоже имеют высокий приоритет, это работа с тюрьмами. И здесь это непосредственно вовлекает ключевые, заинтересованные стороны в странах, а потом, соответственно, определить, какие страны являются приоритетными. И, соответственно, новый раздел здесь, мы видим эти партнеры, с кем мы работаем, вот именно на страновом уровне. То есть это Министерство юстиции, а также Министерство здравоохранения, национальное агентство по контролю за наркотиками, соответственно, национальные программы по СПИТ, правоохранительные органы, а также администрации тюрем, а также гражданские общества, партнеры ООН и доноры. И, конечно, соответственно, доноры и партнеры ООН. Это вот эти наши партнеры, которые мы всегда пытаемся тоже вовлекать в наши круглые столы, когда мы ведем такие мероприятия. И все это, конечно, обычно не является частью обсуждения на страновом уровне. Поэтому очень важно, например, особенно те люди, которые хотят участвовать в разработке национальной политики по вопросам наркотики и, соответственно, администрации тюрем, то есть национальное агентство по контролю за наркотиками и, соответственно, администрации тюрем для того, чтобы они тоже участвовали вот непосредственно за столом переговоров и обсуждений, которые работают на страновом уровне по реагированию на заболевания ВИЧ и СПИДом. И хотел бы я передать свое слово моим коллегам, которые являются экспертами по вопросам наркотиков и ВИЧ, о новых разработках, которые они здесь используют, которые участвуют здесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Фариба. Добро пожаловать всем на этот вебинар. И, конечно, я очень рада участвовать, то есть использовать эту возможность, чтобы мы говорили о нашей работе с вами. И также для того, чтобы определить, в чем вы заинтересованы. Это один из наших ключевых столпов, когда мы работаем над вопросами ВИЧ. И также уже говорилось здесь, что здесь у нас 24 страны, которые имеют высокие приоритеты. Мы работаем в сотрудничестве с блоком гражданского сообщества. И существуют другие страны, которые тоже в основном занимаются вопросами ВИЧ, а также необходимо, чтобы была вот такая политическая агитационная работа. И вот в этих странах у нас есть различные виды деятельности, которые финансируются через наших партнеров. И таким образом в этих странах мы продолжаем фактически работать. В этих странах мы проводим множество исследований для того, чтобы понять, каковы приоритеты, в чем состоят узкие места. И мы пытаемся сконцентрироваться на расширении доступа к этим сервисам для наркозависимых, которые используют инъекции наркотиков, и те, которые используют наркотические стимуляторы. У нас в этой области 24 высокоприоритетных страны. Это не означает, что мы не работаем с запросами из других стран, мы работаем с ними. Но с точки зрения объема финансирования доступного, мы можем эффективно сконцентрировать наши усилия на этих 24 высокоприоритетных странах. Еще одна инициатива, которая существует, как вы видите, вверху слабят две публикации. Они касаются женщин, которые используют наркотики. Это инициатива. И мы пытаемся предоставлять технические рекомендации для того, чтобы способствовать доступу таких женщин к соответствующим услугам. И также очевидная вещь везде, во всех странах мира состоит в том, что такие услуги, сервисы по снижению негативного воздействия, они доступны после принятия некоторых формальных шагов. И поэтому мы работаем над тем, чтобы расширить доступ наркозависимых женщин к таким услугам. И мы помогаем им также в других вещах, которые могут у них возникать, с детьми, с их репродуктивным здоровьем и так далее. Также доступны две публикации по этой теме на нашем сайте. В одной говорится о потребностях наркозависимых женщин в общем, а вторая, более новая публикация посвящена повышению доступа к профилактическим мерам, которые препятствуют передаче инфекции от матери к ребенку. И это целевые показатели существуют для каждой страны, но не во всех странах все женщины все еще имеют доступ к этим услугам. Еще одна инициатива, которая была создана в группе по работе с гражданским обществом, это инициатива для женщин, которые используют наркотические стимуляторы, потому что мы видим, что существуют изменения в том, каким образом люди используют наркотики. И все более очевидным становится то, что люди используют больше наркотический стимулятор или комбинацию различных наркотиков. Поэтому мы в рамках этой программы предоставили определенные технические рекомендации в публикации, которые вы видите на экранах, не обозначены голубым цветом. И у нас есть программа по повышению квалификации в отношении, каким образом предоставлять услуги людям, которые используют наркотические стимуляторы, потому что они вряд ли будут обращаться к традиционным, если мы можем использовать такое слово, услугам, потому что они больше посвящены тем людям, которые используют опиаты. Как мы уже слышали много раз, у нас есть группа по работе с организацией гражданского общества. Вы видите вот фотографии всей нашей группы. Я надеюсь, что в следующем году у нас будет возможность провести еще одну такую общую встречу. Группа по работе с организациями гражданского общества по противодействию ВИЧ-СПИД была создана в 2018 году. Мы очень тесно сотрудничаем с другими организациями. И на этой встрече, которую мы запланировали, мы будем обсуждать приоритеты, наш прогресс, которого мы достигли в высокоприоритетных странах. И я хотела бы сказать, что это сотрудничество укрепляется все больше и больше. Сейчас у нас есть представители со всех географических регионов мира. Есть члены, участники со всех регионов, в которых имеются организации по работе с наркозависимыми людьми. Как вы видите на слайде, существуют инициативы, которые возникли в результате этого сотрудничества, наиболее важные инициативы, которые мы реализовали. Одна из них – это разработка рекомендаций о том, каким образом внедрять услуги по профилактике ВИЧ, СПИД и каким образом распространять информацию. Мы это все вместе с нашими коллегами осуществляем эту работу с нашими коллегами. Но также важно повышать осведомленность об этих инициативах среди гражданского общества. И с того момента, как начинает разрабатываться соответствующее законодательство, до того момента, как и люди широкомасштабно уже начинают обращаться за получением соответствующих услуг, доступных в рамках этих инициатив. Я передам слово моим коллегам, которые расскажут вам о наших других инициативах. Спасибо, Моника, благодарю. Сейчас я хотела бы попросить моего коллега Ихаб Сала, который является нашим экспертом по работе с местами заключения, с тюрьмами. Спасибо, Фариба. Благодарю всех участников этого вебинара за то, что вы пригласили меня. Это очень важный брифинг. Я очень рада здесь быть с вами. Я поговорю о заключенных, у меня есть пять минут, не просто все это рассказать за пять минут, но я приложу все усилия к этому. В презентации Фариба она говорила о том, что группы риска, в группах риска в 2019 году было большинство зафиксировано случаев ВИЧ-СПИД, и зачастую многие люди остаются вне охвата многих инициатив. В первую очередь это люди, находящиеся в тюрьмах, заключенные. Как вы видите, здесь мы говорим о тех людях, заключенных, которые проводят в тюрьмах каждый день. Если мы начнем говорить о наших группах риска, мы говорим о больше, чем 30 миллионах человек, это люди, которые находятся в местах заключения, и нет четкого разделения между тюрьмой и остальной частью общества, потому что приходят какие-то посетители, кетеринговые компании, контактируют с ними, то есть они не изолированы от другого общества. И в контексте COVID-19, и начиная с 2020 года, даже 2019, вы видите, что уровень заболевания очень высок в тюрьмах, и это говорит нам о том, каким образом система работает в этих закрытых, изолированных местах. Вы видите последние данные, процент больных ВИЧ и СПИД на глобальном уровне среди заключенных 4,3%, а в 2017 году этот показатель был 3,7%. Это значит, что показатель растет, и мы видим, что по прогнозу это показатель достигнет 5,2%. И вы видите, что 15,1% имеют гепатит С, и вирус гепатита В присутствует у 4,8% людей. В местах заключения. Что касается COVID-19, нет четких данных о том, сколько случаев заболевания COVID-19 было обнаружено в местах заключения. Более 500 тысяч зафиксировано положительных случаев, положительных результатов теста на COVID. Это вот ориентировочные данные, только мы имеем. У нас 35 сейчас высокоприоритетных стран, в которых мы разрабатываем, внедряем различные программы по профилактике, по лечению ВИЧ-СПИД. Мы это делаем систематически, на основе систематического подхода, и мы выступаем за использованием международных стандартов, за построение единой стратегии с учетом политических решений, непринимаемых на глобальном уровне, которые были приняты в Генеральной Ассамблее в 2015 году. И услуги, которые предоставляются в местах заключения, должны быть эквивалентны тем, которые предоставляются в гражданском обществе. Один из пробелов – это данные. То есть нам нужны более точные данные об уровне заболеваемости. И что мы сделали? Мы разработали специальные инструменты, при помощи которых страны будут собирать данные по уровню заболеваемости, по уровню охвата нашими услугами. И мы поддерживаем страны в разработке стратегии. Мы помогаем им разрабатывать стандартные операционные процедуры, которые обеспечивают взаимодействие с медицинскими организациями. Мы проводим воркшопы для повышения квалификаций, семинары. Мы готовим комплексный пакет мероприятий по противодействию ВИЧ-спит. И мы начали уже готовить преподавателей, которые будут работать по направлению предотвращения ВИЧ-спит в местах заключения. И мы проводим множество личных встреч с ними, но и работаем также в виртуальном формате. Давайте поговорим о женщинах в местах заключения. Они зачастую остаются за пределами нашего внимания, и поэтому мы хотим запомнить этот пробел. Мы разработали определенные технические инструменты для работы именно с женщинами, которые включают инструменты профилактики передачи инфекции от матери к ребенку. И используем это также для профилактики ВИЧ-спит в местах заключения. У нас все еще много задач, вызовов. Один из вызовов – это ресурс, это ограниченность ресурсов в местах заключения. И, конечно же, ситуация с COVID-19 показала, что существует нынешний пробел в этой сфере. Также важно взаимодействие с организациями гражданского общества, с организациями здравоохранения. И мы уже сделали определенный шаг в этом направлении. Мы налаживаем взаимодействие со всеми участниками процесса. Но еще очень много у нас, чего нужно сделать впереди. Это очень долгий процесс, который поможет нам достигнуть наших целей до 2025 года. Благодарю. Спасибо. Мы уже немного превышаем наш лимит времени. Давайте двигаться дальше. Ирина, могли бы вы перейти на следующий слайд? Я хочу поговорить о нашей работе с правоохранительными органами в СССР. Потому что это тоже очень важно, таким образом вместе обеспечить слаженную совместную работу правоохранительных органов и организаций гражданского общества. Потому что правоохранительные органы зачастую не включаются в наши дискуссии. У нас есть множество документов по этой теме. Вы можете их увидеть на нашем веб-сайте. Вы можете посмотреть наши разработки по этому вопросу. И мои коллеги Моника и Хаб уже говорили о том, что для нас очень важно максимально задействовать всех членов сообщества в наших инициативах. Вы видите, одна фотография из Кенни, другая из Вьетнама. Мы сотрудничаем очень тесно с вами, со всех стран, всех регионов, которых мы представлены. Спасибо, благодарю. Джейми, спасибо. Вы выполнили почти что невозможную задачу. За 20 минут рассказали о всей работе, которую проводит ваш департамент. Мы можем сейчас вам представить новую презентацию. Также ведется запись нашей трансляции. Также были вопросы, которые были предоставлены насчет документации на французском языке относительно стратегии и, соответственно, стратегии ОМП, ООН, да также на французском языке. Я думаю, что... Я не знаю, вообще презентации будут предоставляться или нет на французском. Я не уверен, конечно, я еще не знаю. Да, пожалуйста, продолжайте задавать вопросы. То есть, по мере сессии, конечно, мы будем стараться отвечать письма. Спасибо вам большое за вот такой вот доклад. И, соответственно, вот теперь хотел бы, вот что касается презентации относительно гражданского сообщества, да, то есть, чтобы они дали также практические примены, как они работали вот в реальности. И поэтому вот сейчас хотел бы я сейчас передать слово. Мэтт Сарфольд, я думаю, что у вас есть слайды, которые вы, допустим, хотите поделиться. И Мэтт, он от имени консорциума по отделу по работе с политикой против наркотиков и по вопросам ВИЧ-инфекции, которые практически до этого Фарид говорил об этом. Может быть, вы расскажете об этой платформе и как она работает, эта платформа? Спасибо большое, Джейн, и спасибо коллеги за то, что они сделали свой вклад. ...the work of UNODC's civil society engagement. And I'm very happy to have been involved in this journey that we've been on together over the last, well, nearly a decade now, eight, nine years, working together to... где-то мы работаем уже где-то в восемь тысяч лет вместе, совместно по... вот используя, вовлекая непосредственно гражданские сообщества по разработке стратегии, особенно глобальной стратегии по программе СПИД. Давайте, позвольте мне сейчас объяснить вам. Мы получили очень много информации по некоторым вопросам, по некоторым аспектам, и дайте мне просто рассказать вам... ...чтобы не повторяться те же вопросы. Вот сейчас просто рассказать об истории некоторых механизмов. ...а... ...по работе, по борьбе с... ...по употребление наркотиков в гражданском сообществе, так же механизм, ПСБ, которым мы работали, и сейчас мы работали новые отношения рабочие, И также были некоторые обязательства приняты, как разработать механизмы совместной деятельности. И, соответственно, это вот в 20 регионах с гражданскими обществами. И также разрабатывали сети по финансированию. Это, конечно, было очень здорово работать. Мы все обучили практически 25 вот таких вот сетей и, соответственно, глобальных сетей и работали. Таким образом, мы имеем в виду этот механизм, чтобы собрать вопросы и перспективы. А эти сети, они специализируются по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. И также здесь мы очень много работали по коммунитетам. IDBC, которые работали по вопросам ВИЧ-инфекции и по вопросам СПИДа. Таким образом, в том числе нашего мемберства, наши мемберства есть различные руководители в республике HIV-инфекции. Таким образом, критическим группам – Регионная Редакторная Редакторная Редактория. И, соответственно, чтобы работала сеть и очень, конечно, очень хорошие перспективы, то есть на стороновом уровне рассматривали. И также международные организации непосредственно по информационной работе по снижению вреда. И, соответственно, разработчики программ по снижению вреда. И также международные организации, также гражданские сообщества, которые рассматривали все эти расходы на эти действия, на эти работы, что очень важно по поиску ресурсов. А также мы разработчики программ по снижению вреда и по распространению этих программ по снижению вреда, а также по развитию партнерства. То есть мы рассматривали, как вот развивать эти сети, как вот непосредственно связываться. То есть разработка механизма по коммуникации, по связи. То есть мы разработали очень мощные такие партнерские отношения и, соответственно, на глобальном уровне. И также мы разработали глобальные региональные сети по правам наркоманов, то есть людей, которые потребляют наркоману. То есть существуют, соответственно, тематические такие сети по правам наркоману. То есть это было очень... И для того, чтобы мы могли реагировать. Что мы делаем? У нас существуют вот ключевые такие моменты, которые касаются снижения вреда. То есть мы разработали структуру рабочих планов, то есть для того, где мы указывали механизмы совместной работы, как можно было осуществлять мониторник выполнения этих работ. И, соответственно, определяли вот эти вот рамки и структуры этого партнерства по глобальной программе, по ВИЧ-инфекции у НПО, и также мы использовали, соответственно, гражданские общества. И также мы работали, как осуществлять мониторник и, соответственно, развивать возможности для развития, где мы можем говорить вот непосредственно на страновом уровне. И мы для осуществления безопасности... ...соответственно, определить ограничения для того, чтобы можно понять и для того, чтобы можно было понимать, как нам выполнять эту работу и, соответственно, усиливать события по истечении времени. И, соответственно, мы работали над вопросами коммуникации, связи друг с другом, что очень важно. Что здесь мы выполняли? Это просто приводятся примеры. Это вот три ключевых аспекта области, где показываем членов и, соответственно, рабочий план для того, чтобы они имели доступ. И потом позже я вам объясню более подробно по этим вопросам. Сейчас перейдем к примеру. Сейчас мы просто акцентируем внимание на лидерство со стороны ОНПООН и, соответственно, значимое участие различных сообществ, включая людей, которые потребляют наркотики. И один из вещей, которые сейчас мы выявили из этого глобального партнерства, это вот именно мы выяснили, что каждая страна, каждое общество, странного общества, они должны быть и все организации странные на уровне стран. которые мы выполняем в странах, которые являются приоритетными, где существуют приоритетные группы и, соответственно, необходимо... И, конечно, необходимо будет стимулировать различные формы участия. И, соответственно, вовлечения. Это, конечно, на слабом уровне, но все еще нужно работать. И также на следующем уровне существуют другие ключевые области, где мы используем специалисты, непосредственно руководство. Это разработка различных инструкций, руководств, которые поддерживают это непосредственно сотрудничество, коллаборацию между сообществами и, соответственно, поддерживают, допустим, поддерживающие различные инструменты по обучению и, соответственно, по проведению вебинаров. И это позволяет, конечно, разработать различные руководства вот именно на страновом уровне. Вот практические примеры, то есть для того, чтобы можно было вместе собрать всех заинтересованных сторон и через наше партнерство, чтобы они могли использовать, то есть это своего рода двойная экспертная сеть. И также здесь вот, что касается стран, где имеют более высокий приоритет по рассмотрению, и, соответственно, мы получали обратную связь от гражданских обществ и, соответственно, от 24 стран. И, соответственно, опять-таки мы вот так бы руководили, давали вот инструкции руководства по работе для того, чтобы было поддерживать, чтобы работа эта была устойчивая и, соответственно, для того, чтобы можно было продолжать развивать вот эту вот практику. И это вот все, что я хотела вам сказать. Здесь я включил также более детальные такие слайды, представленные в презентации. Спасибо большое-большое, конечно. Мы поделимся этими слайдами с людьми для того, чтобы они могли получить доступ и более подробно изучить. Спасибо вам большое. Мы очень признательны вам, Мэтт, за это. И, конечно, это было очень приятно, было участвовать во всех этих беседах. Вот именно то, что вы включали в всех этих членах. И спасибо вам большое за вот ту работу, проделанную. И наш следующий докладчик, это вот совсем недавно будет рассказывать о совсем недавно созданных механизмах, которые нам могут рассказать о вовлечении гражданского общества, особенно касаемо вопросов в заключениях. Да, я сейчас вам поделюсь своими слайдами. Эдис? Работает? Видно? Да, хорошо. Хорошо работает? Видно? Спасибо вам большое. Очень приятно находиться здесь и, соответственно, говорить о таких важных вопросах. Меня зовут Эдис, и я работаю на этом проекту. Международное, то есть это НПО, которое глобально работает в этой системе по защите прав человека, и, как я уже говорила, вот на этом уже говорилось, это через партнерство гражданских сообществ, гражданскими сообществами, и чтобы быть уверены, что ни один вопрос не оставлен. Здесь, конечно, я думаю, что недавно мы создали вот эти вот группы по ОНПО и гражданскому сообществу по тюрьмам и вопросам ВИЧ-инфекции. И, соответственно, мы предоставляем такие вспомогательные услуги, и, соответственно, особенно во время пандемии, которые были подвержены риску в тюрьмах по обеспечению здравоохранения. И непосредственно эта организация гражданского сообщества, а также играют очень важную роль в реагировании на ВИЧ-инфекции. И прежде, кстати, на этом слайде, здесь вы видите, мы создали вот непосредственно сеть по организации гражданских сообществ. Это было в октябре, в конце октября 2020 года. Ну, в этом году исполняется практически год прошел, и мы провели недавно встречу. И на этой встрече мы смогли определить все эти вопросы, то есть все моменты, которые будут работать, особенно касаемо людей в тюрьмах, чтобы именять доступ в тюрьмы, и, соответственно, то вот скрытое население, то есть люди, заключенные в тюрьмах, и, конечно, чтобы можно было внести какой-то вклад в изменение политики. На первой встрече участвовало 26 организаций, и сейчас эта сеть выросла до организаций, которые мы получили... Практически все регионы здесь представлены в той или иной форме, и, соответственно, многие организации работают на глобальном уровне. И также, если только вот некоторые регионы работают на национальном уровне, здесь мы можем... ...производительные опыты, значительное преимущество... ...that are part of this network, are that they have experience in working on health, HIV, tuberculosis in prisons, and ideally also work with or involve individuals who have been in prison, but this is hard to realize, as we know. Ну, практически здесь мы можем понять, и цель этой группы заключается в том, чтобы... ...чтобы... ...работать вот сеть, которая поддерживала бы друг друга, чтобы эта платформа, она существовала для обмена идеями, самыми лучшими практиками, и... ...чтобы поделились данными информацией. Но это... ...как, конечно... ...local levels as well. So, going forward, the plan is to have regular annual meetings of the group, hopefully in person, as far as this is possible, in Vienna, Также у нас будет секретариат в будущем, и как уже говорилось, что уже существует секретариат для гражданских групп по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа. То есть мы скоро уже разработаем тоже секретариат. И также мы разработаем совместный план работать, и члены групп организаций гражданского сообщества, они будут совместно работать и рассказывать, чего они достигли. И, соответственно, вот, а также ОНП, ООН в странах, которые имеют высокий приоритет, и также все эти группы с разным опытом, и это будет, конечно, будет очень полезно и будут преимущественно для технического руководства, а также чтобы можно было получить вклад от других групп и инициатив для решения вопросов для людей, которые заключены в тюрьмах. Я думаю, что это очень важный шаг в координации всех усилий для того, чтобы собрать все эти разные опыты, вот именно глобальные опыты и региональные опыты, для того, чтобы можно было поделиться всем этим опытом, вот непосредственно касаемо вопросов ВИЧ-инфекции, реагирования ВИЧ-инфекции в тюрьмах. Спасибо вам большое. Эдит, спасибо вам большое. Да, очень было приятно видеть создание вот этой вот новой группы. И я думаю, что если люди, они действительно заинтересованы больше вот в этой группе, и, может быть, они даже могут участвовать, скажите, там есть контакты, да, то есть эти контакты можно будет также в Юнейце. Я думаю, что вот платформа Юнейце – это самая лучшая, где они могут обратиться. Если бы, допустим, если бы могли, допустим, связаться вот в этом чате, то это, конечно, очень сильно бы помогло. И, конечно, это вот для того, чтобы они могли тоже участвовать вот в этих беседах. Спасибо вам большое за эту презентацию. Мы уже слышали о двух механизмах, которые ОНП, ООН уже разработала. То есть она разработала вот эту вот структуру партнерства. И, соответственно, мы, конечно, вся эта инициатива будет поддерживаться. И, соответственно, было приятно услышать, что эти механизмы существуют. И также другой важной частью наших отношений является финансирование. Вопрос финансирования. Как мы все знаете, что с перспективы непосредственно сотрудничества, то... И, соответственно, если я вдруг неправильно произнес ваше имя, Дон расскажет нам об опыте Вьетнама, по получению финансирования по программе малых грантов, чтобы мы могли посмотреть, как это сотрудничество работает с другой стороны. Есть ли у вас презентация, которую вы хотели бы показать, или мы будем просто оговорить? Да, у меня есть презентация, благодарю вас. Я не знаю, что-то случилось с моим новым компьютером, что-то не так. Поэтому, пожалуйста, могли бы вы мне помочь в том, чтобы продемонстрировать мою презентацию? Минутку. Я попробую открыть со своего компьютера. Не волнуйтесь, никаких проблем нет. Благодарю. Большое спасибо. Добрый день всем. Меня зовут Тун. Я являюсь исполнительным директором Lighthouse Enterprise. И мы работаем с молодежью в группе риска во Вьетнаме. И я рад здесь быть с вами, рад поделиться информацией о партнерстве между Lighthouse и Управлением ООН по борьбе с наркоманией и преступностью. И мы являемся партнерами в защите прав людей, которые являются наркозависимыми, используют наркотики во Вьетнаме и в других странах Юго-Восточной Азии. Давайте сейчас настроим демонстрацию в полном формате на весь экран. Я хотела бы рассказать вам о Lighthouse. Нашей целью является создание лучшего будущего с разными правами и устойчивого развития для сообщества ЛГБТ и молодежи в группе риска, включая наркозависимых людей. Кажется, мы потеряли презентацию. Простите, у меня что-то случилось с Зумом, когда я начала демонстрацию презентации. Давайте продолжим. Хорошо. Позвольте мне рассказать вам об истории Lighthouse. Мы были созданы в 2004 году, и мы работали в сфере профилактики, ВИЧ, поддержки ВИЧ-инвицированных людей во Вьетнаме. В 2016 году мы официально зарегистрировались как социальное предприятие. Мы расширили нашу деятельность, расширили наше сотрудничество с другими организациями и начали тесную работу с сообществом. В 2020 году мы открыли свою первую общественную клинику для того, чтобы предоставлять весь пакет услуг, включая услуги по снижению негативного воздействия, в частности, для людей, сообщества ЛГБТ и для наркозависимых людей. И мы начали сотрудничать с Управлением ООН по борьбе с наркоманией и преступностью для работы с сообществом Хайфан во Вьетнаме. И мы проводим множество исследований в химсексах во Вьетнаме. Существует такая проблема, как дефицит недостаток информации и необходимых целесообразных услуг, в котором нуждаются люди, которые принадлежат группе риска и представители ЛГБТ-сообщества. И также эти все сообщества, они подвержены очень большим предрассудкам, и поэтому это запретняет их доступ к нашим услугам, к нашим сервисам. И мы хотим расширить доступ людей к средствам доконтактной профилактики, и чтобы повысить уровень защищенности сообщества Хайфан. Подскажите мне, пожалуйста, на какой мне перейти слайд? Следующий слайд, пожалуйста. Я уже говорил об этом слайде, но я еще хотела бы сказать, что мы проводим различные исследования, и мы провели исследования в сообществе Хайфан для того, чтобы услышать голос сообщества, для того, чтобы учесть его в нашей программе, чтобы оно максимально соответствовало интересам сообщества, потому что это сообщество является центром нашей программы, нам нужно понять, что объединяет сообщество, для того, чтобы более оптимально предоставлять им наши услуги. Вы видите какие-то услуги, и вы видите, мы работаем максимально над расширением прав сообщества, вы видите, у нас много новостей для юных лиц, которые становятся новыми участниками нашей программы, и мы пытаемся максимально расширить сферу их знаний о наших инициативах и услугах. Следующий слайд, пожалуйста. Если вы видите, мы работаем с управлением ООН по борьбе с наркоманией и преступностью во Вьетнаме уже долгое время. Мы работаем в сфере пресс-филактики заражения ВИЧ, но мы не имеем информацию о грантах этой организации для организаций гражданских сообществ, и также собрали в нужде информации с социальных платформ, и очень легко получить информацию при помощи платформ, там содержится множество информации, и также существуют очень четкие рекомендации для заявителей, каким образом мы можем подать заявку на грант, каким образом мы можем получить ответы на ключевые вопросы перед формированием предложения. Затем мы заполнили нарративное предложение по финансированию наших исследований, и мы работали тесно с самим сообществом, чтобы максимальную информацию получить для нашего предложения в соответствии с инструкциям по нормативным затратам и другим формам. И я хочу посоветовать всем, кто, возможно, будет общаться за грантами, нужно очень тщательно. Мы связались с командой управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью и представили нашу информацию, предложение, обсудили ключевые компоненты. То есть, таким образом, мы можем больше рассказать о наших потребностях, о том, что происходит в стране, и запланировать работы. И представители управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью очень четкие предоставили нам инструкции, рекомендации на этапе подписания договора по процессу отчетности, предоставили на ключевых контактных лиц и предоставили нам очень широкую поддержку. И затем мы уже реализовывали проект при помощи, в общем, полезной технической поддержки. Мы вели постоянное обсуждение с представителями управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью. Мы проводили технические встречи, получали соответствующие апдейты о том, что происходит в нашем сообществе, с которым мы работаем. Развольте рассказать о наших проектах немного, как я уже говорила. Услуги по доконтактной профилактике не настолько доступны для сообщества Хайпан, только половина из тех, с которыми мы работали, остались на проекте до конца. Целью этого проекта была обеспечить без проблемный доступ, без каких-либо барьеров и без какого-либо дискомфорта ко всем средствам, до контактной профилактики. Проект осуществлялся в 2021 году. Целевой аудиторией были пользователи Химсекс 16-30 лет. И мы проводили обучение 10 менторов, которые являлись нашей ключевой группой. Это новая для нас деятельность, и есть много сообществ, которые концентрируются на сообществе мужчин, которые практикуют секс с мужчинами, МСМ, и на сообществах транссексуалов, которые используют наркотики. И мы достигли повышения осознанности и осведомленности сообщества Химсекс, о том, какие существуют способы до контактной профилактики. И мы задействовали 200 мужчин, которые осуществляют секс с мужчинами в нашем проекте и обеспечили их доступ к максимальному набору средств до контактной профилактики. Здесь вы видите нашу фан-страничку, нашу сообщество Хайфан. Мы пытаемся формировать максимально положительный имидж наших инициатив. И у нас есть специальная страничка в Фейсбуке. Мы пытаемся изменить подход и не идти тем путем, которым идут другие, например, учреждения здравоохранения. Мы не перегружаем нашу страничку технической, медицинской информации. Мы пытаемся подружиться с этим сообществом. Мы рассказываем различные истории и истории из реальной жизни сообщества и предоставляем им максимальную информацию, которая является актуальной для их жизни, для их образа жизни. Но чтобы это было для них комфортно, чтобы получение информации было для них максимально удобным. И мы взаимодействуем с различными участниками этого сообщества и пытаемся, чтобы все услуги были максимально доступными для всех членов сообщества. И мы также применяем несколько различных методов предоставления услуг. Мы предоставляем консультации по телефону, потому что во Вьетнаме множество. Также высокий уровень заболеваемости ковид, и очень актуальна консультация именно по телефону, поддерживать также тех людей, которые чувствуют себя одинокими, которые изолированы в своей семье и нуждаются в ком-то с кем поговорить. И мы создаем также приложение, и люди могут пользоваться консультациями тех менторов, которых мы обучили. Также мы предоставляем инструменты до контактной профилактики при помощи нашей клиники, и предлагаем пакет профилактики ковид и спид для общественности хайфан. И также мы предоставляем тестирование на ВИЧ. Уже 149 человек приняли участие в нашей программе распространения средств до контактной профилактики, и 212 человек были протестированы на ИППП. Также мы организуем внутренние тренинги, в которых можно получить новую информацию, и таким образом менторы учатся, как лучше, более оптимально поддерживать наше свое сообщество. И наше партнерство с Управлением ООН по борьбе с наркоманией и преступностью является не только взаимодействием донора с получателем финансирования, но мы создали множество коллабораций за последнее время. Вы видите, что мы, к примеру, разработали национальные рекомендации по снижению вреда для МСМ, которые также участвуют в химсекс, и мы продолжаем выступать, зато пропагандировать применение этих рекомендаций в реальном мире, в других учреждениях здравоохранения. И также мы проводим встречи для того, чтобы определить практический способ применения этих рекомендаций. И мы пытаемся при помощи консультаций быть услышанными членами правительства, чтобы все эти инициативы были отражены на уровне законодательства. И на этой ноте я хочу завершить свою презентацию, что мы отдаем свое сердце для того, чтобы остановить СПИД вместе. Не только наша организация «Этхаус», но и все участники сегодняшней нашей встречи, я уверен, тоже. Благодарю, спасибо, мне очень нравится, что вы сказали, что наши отношения, вашей организации, управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью, это не только донор и получитель финансирования, это партнерство, мы действительно партнеры, и я надеюсь, что этот подход будет расширяться в будущем, и мы будем следовать в будущем так же. Благодарю всех наших спикеров со стороны Управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью и со стороны гражданского сообщества. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы обсудить вопросы. И давайте посмотрим в наш чат, возможно, у нас там есть вопросы. У нас есть комментарии от Алиси из Аргентины. Алисия поделилась с нами ссылкой. Вы можете пройти по этому линку, и если вы можете, Алисия, также написать ваш электронный адрес в чате, чтобы коллеги могли написать вам. Один из вопросов. Благодарю вас за презентацию о профилактике ВИЧ-спит в местах заключения, но также очень важно осуществлять профилактику и в других местах, не только, а когда люди из мест заключения выходят из таких мест, каким образом продолжаются... ВИЧ-инфекции очень часто используются местные... Если мы сейчас возьмем это, то мы посмотрим, можем ли посмотрим... То есть получается, что теперь, да? То есть это позвольте... И спасибо за все эти вопросы, которые задавались. Спасибо вам большое. И очень было здорово видеть... ...участники. Что касается нашей работы, для того, чтобы... Касаемо людей, которые потребляют наркотики за пределами тюрем, да? То есть это необходимо проводить и защищать, и, соответственно, информационную работу, разъяснительную работу. И, соответственно, посылаем всегда сообщения от ОМП, ООН. И, соответственно, особенно в ситуациях, когда, допустим, перенаселенность заключенными в тюрьмах перезаполнилась. То есть команда непосредственно по борьбе с ВИЧ-инфекцией, а также отдел юстиции. Мы все вместе работаем для того, чтобы вот эта вот работа защитная и информационно-разъяснительная была четкая. И, конечно, то есть мы все работаем совместно с партнерами из гражданского сообщества. И, конечно, может быть, кто-то еще хочет сказать. Да, спасибо, Фариба. Как уже я до этого упоминала, поддержка для стран-членов этого сообщества, для разработки непосредственно законодательства, для того, чтобы обеспечить и для внедрения услуг по снижению ВИЧ-инфекции. И, соответственно, вот документ, который был выпущен, доклад, который был выпущен, опубликован в 2016 году. И, соответственно, мы сейчас рассматриваем, подходим к государственному отделу здравоохранения и также для решения этой проблемы. Очень много стран, они изменяют сейчас их законодательство для того, чтобы охватить вот все эти вопросы. Один пример этого, допустим, один из наших коллег работала в команде, которая очень хорошо помогала нам по разработке нового законодательства. И также вмешательство, то, что мы кратко упоминали, это работать с правоохранительными органами для того, чтобы можно было обучать всех этих офицеров на улицах полицейских, для того, чтобы понимать непосредственно нужды людей, потребляющих наркотики для разработки программы, чтобы этих людей не арестовывали и для снижения вреда, но необходимо было отсылать их в центры, где они могли получать бы либо обличение, либо, допустим, могли бы вмешиваться в их лечение, то есть для того, чтобы снизить вред от потребления наркотиков. То есть это проходит в разных странах и также, соответственно, разрабатываем другие альтернативы для того, чтобы можно было тоже работать в тюрьмах. Спасибо вам большое. Я думаю, что здесь существует два ряда стран, где политики, которые там работают, то есть политика по заключению людей в тюрьме, но в некоторых местах это не работает, не функционирует, и также в развивающихся странах. Но в любом случае, то, что ту работу, которую мы выполняем по развитию и по внедрению этих политик, по разработке и внедрению этих политик для людей, которые представляют, совершают небольшие преступления, но они, конечно, распространяют наркотики, потребляют их, но это очень важно. И, соответственно, здесь очевидно, что даже несмотря на существующую пандемию, COVID-19, мы должны выполнять эту работу, мы должны использовать эти альтернативы, особенно для тех людей, которые находятся вне стен, тюрем. И, да, конечно, это вот как раз та ситуация в настоящее время в этом отношении. То, что мы выполняем работу, это вот соответствует международным стандартам, и, соответственно, вот тот отчет по результатам опубликован в 2016 году. Я хотела бы давать, что у нас есть позиция ООН по заключению людей в тюрьме. Это общая позиция, когда ООН думает о заключении людей в тюрьме. И, конечно, это очень важно во время пандемии. То, что мы делали во время пандемии, это мы посещали людей, которые были заключены в тюрьме, и, соответственно, посещали заключениях, и, соответственно, отделы ООН по ВИЧ-инфекции и СПИДу. Поэтому это очень важное заявление было разработано, подготовлено, потому что в тюрьмах существуют люди, тюрьмы перезаполнены буквально людьми, которые заражены ВИЧ-инфекцией. Хорошо. Спасибо вам большое. Я хотел бы дальше относить на общей позиции относительно заключенных и избрание меры пресечения в виде заключения под стражей. То есть существующая общая позиция по потреблению наркотиков в ООН. И я хотел бы последний вопрос. Я думаю, что Алисия продолжает по поводу услуг IDEI в Аргентине. Но, конечно, вы можете через электронную почту и в чате тоже задавать вопросы по поводу методики работы их команды. И мы в чате обычно предоставляем все адреса электронных почт. И последний вопрос, который я здесь вижу, это из Вейко. Если я правильно, Рейко. Здесь такой длинный вопрос. Это кажется, что ОНПО и ВОЗ, они являются многосторонней организацией ООН, которые занимают интересное место по вопросам снижения вреда относительно интервенции против конвенции по наркотикам, международной декларации по здравоохранению. То есть, я думаю, что может быть три. Может быть, с вашей стороны МАТ может быть. Как вы участвуете в вопросах по снижению вреда? Да, очень быстро, Джейми. Роль ООН, вы знаете, мы являемся со-спортсоном Юнайтса с 1999 года. Это мы были первое агентство, которое мы были со-спонсорами, потому что мы использовали преимущество как по предотвращению, по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД-инфекции, а также по борьбе с этими инфекциями. И, соответственно, и, конечно, вот написать на людьми, которые, организациями, которые разрабатывают политики по борьбе с наркотиками. И в 1999 году это одна из вот этих вот моментов, вещей, которые я очень интенсивно участвовала в те времена, особенно в странах, в которых была эпидемия этих болезней, заболеваний, особенно среди людей, которые потребляли внутривенно эти наркотики. И, соответственно, агентство, также отделение организации ВОЗ, которые были заинтересованы в решении этих вопросов. Но это были очень положительные результаты в течение всех вот этих лет. Я думаю, Мат тоже может поговорить на это, потому что мы были своего рода пионерами по снижению вреда, по снижению... И, конечно, у нас есть региональные офисы, отделы, и некоторые коллеги сейчас онлайн, сейчас в реальном времени, и Карен сейчас в Юго-Восточной Азии, а также Стихоокеанского региона, а также Восточно-Африканского региона, а также другие коллеги, которые сейчас могут тоже участвовать онлайн. И они играли очень важную роль в обеспечении, в предоставлении помощи в решении этих вопросов. И они, конечно, очень тесно работали с ними, и они играли очень важную роль. Я не знаю, кто-нибудь из них хочет сказать что-либо. Я на этом сейчас заканчиваю, и я просто-напросто сейчас как бы занимаю время лишнее. Спасибо вам большое. Может быть, вы что-то хотите добавить? Да, я согласен. То, что вот это всегда были ключевыми чемпионами в вопросах снижения вот этого вреда потребления наркотиков, и, соответственно, работа по снижению вреда, это растет, и, соответственно, это являлись ключевым, основным каталитическим агентом в решении этих вопросов, и, конечно, не только в вопросах снижения, а также вовлечение и участие гражданского сообщества, и также и в работе эффективности. Таким образом, это все еще и более эффективно. We'll also provide, we'll share those presentations. All of this will be on the Vienna NGO Committee website, bngoc.org. And as I said, UNODC will provide the email addresses in the chat so that they can follow up directly. But just for me to say thank you so much to all our participants, to our translators today for helping. Thank you so much to all our translators and all who helped us in this webinar, as well as all our translators and members of the citizens of the United States. Thank you very much for that you have participated in all these interesting questions. And of course, we will continue this partnership and, соответственно, we hope to see you in the next meeting. Thank you very much for all of them. Спасибо, спасибо, Джейми, спасибо всем, спасибо, до свидания, спасибо, спасибо, до свидания.